Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о ноутбуке F Plus Flaptop 5R, он же Flaptop R, на новом, достаточно свежем процессоре AMD Ryzen 7. В свято место, как известно, пусто не бывает. Не успели еще затихнуть прощальные дверные хлопки западных производителей ноутбуков HP, катись в ад и не возвращайся. Как на российский рынок хлынул поток новых брендов. Кое-кого мы уже видели раньше, но большинство выглядят и звучат совершенно незнакомо. Например, я раньше никогда не сталкивался с брендом F Plus, а между тем ноутбук F Plus Flaptop R на AMD Ryzen 7 производит хорошее, если не сказать сильное впечатление. И это даже до того, как узнаешь его цену. Давайте сразу разрушим интригу. F Plus это бренд, принадлежащий российскому дистрибьютору Marvel. Ноутбук разработан и произведен в Китае под бдительным присмотром российского заказчика. Но уточню, именно под присмотром назвать ноутбук российским нельзя при всем желании. Тем более, что ни у кого этого желания и нет. Чем отличается ноутбук, разработанный в некоем шенчженском дизайн-бюро, от продукта, не хочется вспоминать, но придется все-таки помянуть, SUI, HP или Dell? В абсолютном большинстве случаев вообще ничем. Ноутбуки на Windows уже давно придумываются в дизайн-бюро при фабриках, после чего прототипы показывают закупщикам от брендов. Исключение топовой модели А брендов, которые разрабатываются все же внутри компании. Но модели среднего и тем более бюджетного уровней даже грандом проще покупать на стороне. Чем изысканнее и технологичнее дизайн, тем большую партию нужно купить для возможности брендировать ноутбук под себя. Все самое хорошее, вот прям совсем хорошее, продается тиражами от 100 тысяч экземпляров. Приличное десятками тысяч. Если нужно пару тысяч, фабрика предложит типовой дизайн. Он может быть неплох, но точно такие же корпуса будут еще у пары десятков брендов в разных странах. Причем, возможно, и в вашей, в нашей стране тоже. Если это не смущает, вполне вариант. Тем более, что среднее качество дизайна и производства за последние десятилетия существенно выросло. И даже бюджетные китайские дизайны выглядят и сделаны весьма прилично. Замечу, что уникальный дизайн корпуса влияет на цену чуть ли не больше всего, потому что под него нужно делать пресс-форму, имеющую ограниченный ресурс. А вот электронная начинка, которую никто не видит, может кочевать по десяткам вроде бы разных ноутбуков в абсолютно неизменном виде. Собственно, из-за этого и появились платы, состоящие из двух частей и соединяемые между собой кабелями, чтобы умещались в корпуса разного размера. Еще на требования к тиражу ноутбука влияет уровень эксклюзивности. Если хочешь, чтобы в твоем регионе таких больше не было, бери больше. Хочешь гарантию не год, а два или три, бери больше или доплачивай. Но, повторюсь, ноутбуки все равно разработаны и сделаны в Китае. И если российский вендор возьмет большую партию, ему с уважением отгрузят товар не хуже, чем Dell. Рассмотрим нашего героя снаружи и внутри. С первого взгляда очевидно, что при разработке дизайна F+, флэптоп R, авторы вдохновлялись макбуком Pro. Не копировали один в один, как Huawei. Но, скажем так, рисовали с натуры. Алюминиевый корпус цвета серый космос, характерные рубленые линии. В общем, видно, что в Китае тоже любят Apple. Даже верхняя крышка поднимается одной рукой. Ну, не красавцы ли, а? Просто молодцы. В то же время перепутать флэптоп R с макбуком не получится. Наш герой выглядит заметно более длинным. Потому что Apple до сих пор предпочитает экраны с соотношением сторон 16 на 10. А ноутбуки на Windows традиционно делают 16 на 9. Ну и логотип F+, на яблочко, не похож категорически. Зато набор портов вполне себе поэпловски лаконичен. По бокам ноутбука с диагональю 15,6 дюйма можно разместить много разного. Но здесь в нашем распоряжении только два порта USB-C с поддержкой DisplayPort и два полноразмерных USB. По одному версии 3.0 и 2.0. Плюс еще, к счастью, нашлось место для 3,5-мм разъема для наушников. По большому счету, этого совершенно достаточно. Но я бы, конечно, не отказался от порта HDMI, так как на последних макбуках он есть и еще никому не мешал. Ну, в конце концов, не всем нравится использовать переходники. Также обратил внимание на резиновые ножки ноутбука, задняя пара которых возвышается примерно в 2,5 раза больше, чем передняя. Понятно, что это сделано для лучшей вентиляции. Но все же Apple бы из-за такого уникального дизайнерского решения разогнали бы весь отдел. Вот прям задумался, вот приемницу Джонни Айва недавно попросили на мороз, не из-за такого ли кунштюка или чего-нибудь подобного. Под крышкой нас встречает круглая кнопка питания с встроенным сканером отпечатков пальцев. Снова привет Apple. А также там полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Большой тачпад смещен немножко влево и находится почти по центру буквенного блока. С точки зрения красоты не идеально, но с точки зрения эргономичности все в полном порядке. Клавиши реально здоровенные, и это поначалу даже как-то непривычно. У меня на домашней клавиатуре Logitech буквы немножко меньше. Ход у клавиш достаточный, в меру упругий и бесшумный, что немаловажно. Подсветка имеет два уровня с возможностью полного отключения. Поэтому если вы хотите экономить электроэнергию аккумулятора, когда вы находитесь где-то в полях, вот имеется такая возможность. Что касается конфигурации. Она может быть разной, у моего экземпляра она просто царская. Во-первых, это процессор AMD Ryzen 5825U с 8 ядрами. Базовая частота 2 ГГц, а максимальная аж 4,5 ГГц. Оперативная память типа DDR4 произведена компанией 4C. Там ее 16 ГБ. Также установлен SSD HecVision E1000 объемом 1 ТБ. Интерфейс у SSD PCI-Express 3.0. Но, как показало вскрытие, это еще далеко не предел возможностей. Во-первых, 16 ГБ установлены одной планкой. И ничто не мешает поставить еще одну по соседству. Там два слота. Я чуть позже объясню, зачем это нужно и почему я так и поступил. Во-вторых, рядом с основным SSD с интерфейсом PCI-Express есть пустой разъем, куда вставляется еще один с интерфейсом SATA. Да, скорость пониже, но и цена у SATA-шных SSD-шников более гуманная. Для тех, кто любит или вынужден носить в ноутбуке много данных, прям самое то. Wi-Fi адаптер Intel 3168 на фоне этого великолепия слегка разочаровал. Мало того, что нет поддержки Wi-Fi 6, так еще и поддерживается только режим 1 на 1 с максимальной скоростью 433 Мбит в секунду. Ну, несерьезно, вообще несерьезно. К счастью, адаптер этот не впаян, а тоже просто вставляется в слот. И я немедленно заказал в магазине более продвинутый вариант с поддержкой Wi-Fi 6. В общем, по всем признакам железка прям годная. И несмотря на габариты, и алюминиевый корпус совсем не тяжелая. Меньше 2 кг, 1,8. В общем, короче, включаем. И сейчас расскажу, как оно все в работе. Разрешение экрана. Напомню, что диагональ этого самого экрана 15,6 дюйма. 1920 на 1080 точек. Full HD. IPS-матрица стоит просто на удивление приличная. С равномерной подсветкой и без склонности к показу артефактов при отображении динамичного контента. Частота обновления экрана 60 Гц. Последнее приходится уточнять, потому что известные случаи использования дешевых IPS-матриц с частотой 50 Гц. Это вот неприятно. А поверхность экрана в данном случае, если для вас это важно, матовая. В повседневных задачах ноутбук холоден и практически бесшумен. Два кулера вращаются постоянно, но услышать их только самый дотошный и внимательный пользователь. А под нагрузкой кулера таки и слышно, но тембр подобран у них правильно. И звук не бесячий. То есть он есть, но не раздражает. Алюминиевый корпус вовсю работает радиатором. В верхней части над рядом служебных клавиш он нагревается очень ощутимо. Палец держать можно, но неприятно. Тем не менее, и это большой плюс, температура процессора остаётся в разрешённых рамках. И он не сбрасывает частоту для охлаждения и не пропускает такты. Я проверял это и в стресс-тесте AIDA64, и в игрушках результат одинаковый. Кулеры шумят, корпус греется, а скорость стабильная, без провалов. С производительностью процессора всё очень интересно. У меня на тесте некоторое время назад был ноутбук Lenovo с процессором Ryzen 7 5800H, у которого базовые частоты почти в полтора раза выше. То есть 3,2 ГГц вместо 2 ГГц у нашего героя. И заявленный TDP у того процессора в три раза больше. 45 Вт вместо 15. Но странное дело, ультрамобильный процессор 5800H25U в большинстве задач кроет старшего братика как быковцу. То есть по всем признакам у AMD всё зависит не столько от названия процессора, сколько от того, как настроен он в конкретном ноутбуке. И вот в ноутбуке F+, флэптоп R всё настроено правильно. В целом Ryzen 7 5800H25U отстаёт от своих десктопных собратьев 5000 серии, что немудрено, у них TDP переваливает за сотню Ватт. И если кто-то кушает в 7 раз больше энергии, он это делает явно неспроста. Тем не менее, процессор уверенно обходит восьмиядерные десктопные процессоры 1000 и 2000 серии. В тесте на шифрование данных ему конкуренцию составить смог только 16-ядерный монстр Ryzen 9 3950X. Так что по абсолютному большинству параметров для большинства пользователей этого процессора в ноутбуке хватит с большущим запасом. Да что там говорить с запасищем. А с графической частью всё не так однозначно. Она в 5000 серии мобильных Ryzen довольно производительная, но для интегрированного решения. Как можно догадаться, на бортной памяти это самое интегрированное решение не имеет. И если системная память работает в одноканальном режиме, да, вы меня совершенно правильно поняли. До тех пор, пока я не поставил в лэптоп R второй модуль памяти, мир танков при средних настройках и улучшенной графике выдавал в среднем 50-55 кадров в секунду. Играбельно, но не более того. А с двумя модулями в двухканальном режиме, естественно. FPS подскочил до 107 кадров в секунду. Почти вдвое. И дело, разумеется, не в объёме памяти. Танкам 16 гигов хватает по шейку. А в удвоившейся ширине шины этой самой памяти. За пределами игр появление двухканальности вообще никак не сказалось. Так что решайте сами, добавлять или не добавлять. То есть, если играете, то выбора особого и нет. А если не играете, то и смысла никакого. Кстати, в играх хорошо показывают вся встроенная динамика. Они громкие, выдают детальный, достаточно панорамный звук. Думаю, если бы у меня была возможность смотреть на этом ноутбуке сериалы, мне бы тоже понравилось. Но, к сожалению, сериалы я смотрю в основном на телефоне и в наушниках. С басами, правда, всё очень-не очень. Но это можно исправить, надевте самые правильные наушники. А если хочется прям вот совсем крутой звук, прикупите на Алиэкспрессе какой-нибудь внешний USB ЦАП за 4-6 тысяч рублей, и будете приятно удивлены, как меняет звук фиговина размером с указательный палец. Приехавший Wi-Fi адаптер неизвестного у меня бренда KSIS с интерфейсом M.2, который поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, на чипсете Mediatek без лишних хлопот заменил комплектный вариант. И скорость линка немедленно выросла до 1,2 Гбит в секунду в оба конца, причём с отличной цепкостью. Реальная скорость передачи данных составляет около 600 Мбит в секунду. И приятно, когда разводка антенн в ноутбуке делается, что называется, на вырост. SSD Hikvision E1000 относится к недорогим. Терабайтная версия стоит в розницу меньше 7 тысяч рублей. И ждать от него сверхскоростей не стоит. Тем не менее, мне действительно трудно представить ситуацию, когда его производительность окажется недостаточной в мобильном компьютере. Если вдруг упрётесь в скорость или объём, ничто не мешает поставить более совершенную модель. Как и в случае с Wi-Fi адаптером, в BIOS нет никаких зловредных ограничений на этот счёт. И это ещё один камушек, такой могильный камушек для Dell и HP, где с этим всё всегда было очень жёстко. Разрешение веб-камеры составляет 1280-720 точек, то есть HD. Не вау, но и не ужас-ужас. Благодаря двум микрофонам слева и справа от камеры собеседники отчётливо слышат вас даже в относительно шумном помещении. Я по старинке не привык ждать от ноутбука с диагональю 15,6 дюймов высокой автономности. Просто я хорошо помню, как час без батарейки для таких больших аппаратов казался вполне себе неплохим уровнем. Сейчас, конечно, другие времена, но и Ryzen 7 процессор не слабый. Но 7 часов работы батарея на 55 ватт-часов в данном случае обеспечивает уверенно, подчеркну, работы, то есть подключение к Wi-Fi, браузер и мессенджер проверено на собственном опыте. Примерно столько же ноутбук живёт в режиме показа видео в Full HD. Но тут я делаю прогноз по итогам двух часов просмотра и оставшемуся заряду. Дальше смотреть кино подряд, к сожалению, возможности не имелось. Но мне кажется, это очень даже прилично. То есть почти на весь рабочий день с таким мощным ноутбуком можно уединиться где-нибудь в куборкинге или в антикафе. Давайте подведём итог. Мне ноутбук показался классным. Как-то вот всё в нём по уму сделано. И материалы корпуса, и матрица, и производительность, и эффективность охлаждения. То есть просто какая-то... И плюс какая-то невероятная по нынешним временам готовность изменяться под задачи владельца. То есть из впаянного в нём только процессор. Придраться я могу к двум моментам. Во-первых, выбор Wi-Fi адаптера. Наверное, большинству пользователей вполне хватит и возможности Intel 368. И они даже не поймут, почему я недоволен. И всё же, и всё же, рядом с Ryzen 7 5000 серией, 16 гигами оперативки и терабайтом SSD хочется увидеть что-нибудь соответствующее их уровню. К счастью, всё в наших в руках. И при полной поддержке со стороны F+, флэптоп R, Wi-Fi выводится на современный уровень. Цена вопроса, кстати, в районе 1000 рублей. А если будет покупать где-нибудь БУ, так и ещё дешевле. Вторая шероховатость – это мощность комплектного блока питания. Она составляет всего 60 Вт. Этого достаточно для обеспечения работы ноутбука, даже под полной нагрузкой. Потому что ноутбук укладывается в 50 Вт. В 50 Вт и вот ещё остаётся. А вообще среднее энергопотребление колеблется между 30 и 40 Вт. Но, как показали мои эксперименты, на самом деле F+, флэптоп R может принимать до 84 Вт по Power Delivery. Таким образом заряжаться быстрее. Если бы производитель, заказчик, неважно кто, не жадничал, то можно было положить блок питания более мощный. Тогда бы вы сэкономили немножко времени. То есть, да, можно, конечно, кивать на Apple, которая тоже кладёт в коробку блок питания маломощный и предлагает купить более мощный за дополнительные денежки. Ну, ладно. В общем, короче, с моей точки зрения хотелось бы иметь блок питания более мощный, но и так, в общем-то, хорошо. И тут мы подходим вообще к самому-самому главному, к цене. Конфигурация, которую мы сегодня вместе с вами изучали, стоит 70 тысяч рублей. Мне не удалось найти у других брендов такое же сочетание параметров дешевле, чем за 87 тысяч. Не говоря уже о свободных слотах под память и второй SSD, реально получается очень дёшево. Но очевидно, что такая навороченная система нужна не всем. И у F Plus Flaptop R есть версии попроще. Например, за 42 тысячи продают конфигурацию с Ryzen 3, где установлено 8 гигабайт оперативной памяти и SSD на 256 гигов. За 53 тысячи те же объёмы памяти и SSD, но уже с шестиядерным Ryzen 5 5600U. Ну, и версию с Ryzen 7 можно взять за 66 тысяч, там SSD будет всего 512 гигабайт, а объём оперативной памяти те же 16 гигов. Всё остальное совершенно одинаково, и корпус клавиатуры, и экран с IPS-матрицей, и возможности для апгрейда, и лицензионная Windows 11 Home, между прочим. Ну, просто потому что это приятно. Мне кажется, что предложение очень щедрое. А то, что марка не раскрученная, ну, знаете, у меня вот рядом лежит ноутбук HP, который не даёт даже драйвера себе обновить. Потому что, с точки зрения HP, я живу в неправильной стране. Есть мнение, что F Plus будет просто работать, а не делать мне голову. Вот именно такое, на мой взгляд, сейчас и нужно. А на сегодня это всё. Спасибо за то, что посмотрели. Если вы хотите поддержать мой проект материально, вы можете подписаться на страничке sponsor.ru и каждый месяц немножечко засылать денег. Я, конечно, и сам как-нибудь справлюсь, наверное, может быть, но общими усилиями мы можем гораздо больше, потому что техника для обзоров, к сожалению, сама себя почему-то пока не покупает. Всё, друзья. Спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на спонсор.ру и телеграм-канал. До новых, надеюсь, скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok